Троице-Георгиевский монастырь находится по дороге на Красную Поляну. Эта российская православная обитель была основана 15 лет назад и уже хорошо знакома прихожанам практически со всех уголков страны. Монастырский комплекс, образованный из нескольких храмов, посещают и представители власти. В прошлом году на рождественское богослужение в Песчанский храм прибыл Владимир Путин. А по поручению губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и по благословению митрополита Исидора в монастыре началось строительство многоярусной стены для окрестного хода, которая соединит все приходы в единое целое. Губернатор Александр Николаевич сказал, матушка, у вас места мало и было бы целесообразнее, может быть даже красивее, чтобы дорога была трехъярусной, то есть два первых яруса целенаправленные помещения для монастырских, для приходских, так сказать, разных нужд. И на третьем ярусе будет дорога покаяния. Осенью прошлого года монастырь обрел две святыни из Афона. Это иконы игумени горы Афонской и Иверской Божьей Матери Вратарницы. Они были написаны и приложены к афонским святыням. Находиться иконы будут в строящихся храмах, посвященных этим образом. А неделю назад в монастырь прибыли еще три святыни – песчанская икона, нерушимая стена и неопалимая купина. «Символ неопалимой купины в том, что люди, молящиеся перед этой иконой, верят, что не будут подвержены пожарам, гиене огненной, то есть молятся о спасении всех и вся, и своего рода, и себя лично, от всяких бед и напастей. И нерушимая стена был некий старец, который увидел, что люди, пробегающие по огромному полю, были захватываемы в сети великана и погибали. И только те, которые пробегали мимо некой стены, сеть билась об стену, и люди оставались живых. Символ вот этой стены, нерушимой стены, от всяких бед, от напастей, чтобы нерушимая была стена, нерушимая была, сказать, какое-то наше управление, работа, бизнес, учеба и так далее, здоровье человека». Кроме того, в монастыре представлены иконы с более 80 частицами мощей Киево-Печерских святых – Пантелеймона Лекаря, Матронушки, Серафима Мцаровского, святителя Николая, крестителя Христа Иоанна Предтечи и даже частички пояса Божьей Матери и креста, на котором был распят Иисус. В Троице-Георгиевском женском монастыре уже находятся пять икон, переданных в дар сочинским храмом в селе Лесное, известным афонским мужским монастырем. Из Греции в эту обитель будут доставлены еще две святыни с изображением Бога Матери. Торжественная встреча икон состоится в апреле. И на этом православная традиция передачи святыни с Афона не закончится.